Сегодня в номере смотрите. Руководство кирпичного завода продолжает нарушать закон и ущемлять права граждан. Проблема скорой помощи в Оболенске будет решена силами администрации Серпуховского района. Рабочую поездку в Турцию совершили на этой неделе глава Серпуховского района Александр Шестун и президент Серпуховского союза предпринимателей и промышленников Борис Криводубский. В Стамбуле они провели несколько деловых встреч с руководством компании «Витро», которая строит уже второй завод в Большевике. А на другой день по приглашению промышленной палаты города Эски-Шехир посетили индустриальную зону между Стамбулом и Анкарой. Она представляет собой гигантский парк из фабрик и заводов со своей инфраструктурой и разбитый на участки. Каждый предназначен под определенную отрасль. Машинопроизводство, обработка дерева, пищевая, текстильная, химическая промышленность, производство электроприборов. Все это работает в единой системе и управляется промышленной палатой. Территория огромная, территория более 3000 гектар, там находится более 400 предприятий со всего мира, и турецкие, и иностранные предприятия. Мы посмотрели, как они подготавливают воду, готовят электричество для, из газа, кстати говоря, делают российское электричество для предприятий. Сделали дороги, зеленые зоны, даже обучение сделали в свой университет, курсы повышения квалификации. Изначально принимающая сторона планировала доставить серпуховскую делегацию на вертолете. Он должен был взлететь в центре Стамбула, с крыши высотного здания, принадлежащего группе компаний Эдзаджибаши. Мы не смогли долететь, и пришлось нам ехать на машине. От Стамбула это достаточно далеко. Более 300 километров мы двигались в пути, ехали сам за рулем. Мы не смогли полететь на вертолете, хотя был запланирован вертолет. И компания Эдзибаши, это учредители Витры, у них есть своя вертолетная площадка, у них огромный небоскреб в центре Стамбула. Но не смогли полететь из-за того, что погода была не очень хорошая. Впечатлил главу района инновационный центр Витры, где ведутся передовые разработки самых необычных образцов сантехники и керамики. Глава района заметил, что по сравнению с увиденным во время предыдущего визита в 2004 году, сегодня Турция сильно изменилась и выросла. В ходе переговоров турецкие промышленники поинтересовались стоимостью газа в Серпуховском районе. Говорилось также о возможности выделения земельных участков на территории района под создание аналогичной индустриальной зоны. В Серпуховском районе есть ряд мест, где могли бы быть размещены, конечно, не таким масштабом, а меньшим. Но это и в Липецком поселении, это и в Боленске, есть в Калиновском сельском поселении, в Дожковском. Но, в принципе, достаточно мест есть, чтобы расположить, пусть не такую огромную, но серию таких промзон поменьше. Конечно, это не должно быть возле реки, конечно, это не должно быть возле заповедных лесов. По итогам переговоров российская и турецкая стороны договорились об ответном визите турков в Серпуховский район. Александр Шустон пригласил президента промышленной палаты из Кишихира и руководителей компании «Витро» на чемпионат по вертолетному спорту, который пройдет в августе этого года в Дракена. Во время ответного визита стороны смогут более детально обсудить возможность создания индустриального парка в Серпуховском районе. Представители «Витро» также заинтересовались трансфером волейбольных игроков. Компания содержит лучший волейбольный клуб Турции, в котором играют в том числе российские спортсмены. Вполне вероятно, что «Витро» скоро станет спонсором и команды Серпуховского района «Надежда». Из ряда вон выходящее заявление прозвучало из уст директора кирпичного завода Алексея Ивлева на совещании в районной администрации. Работники кирпичного завода, которые боролись за свои права, пытаясь получить долги по зарплате, никогда не смогут вернуться на родной завод. В черный список попали все, кто хоть как-то засветился, подал жалобу, подписал судебный иск, выходил на митинги и так далее. Такое отношение к людям у руководства кирпичного завода считается нормой. Тот же Ивлев заявил, что и на встречу с работниками он не пойдет, назвав это мероприятие базаром. Напомним, что руководство кирпичного завода во главе с бывшим директором Александром Кукушкиным не выплачивало своим работникам зарплату с 2008 года. Прокуратура в то время бездействовала. Этому способствовал заместитель прокурора Валерий Кукушкин, сын директора кирпичного завода. Но буквально в начале 2012 года ситуация изменилась, казалось бы, в лучшую сторону. С приходом нового городского прокурора Виктора Фомина, который объявил об ужесточении мер воздействия на неплательщиков, дело сдвинулось с мертвой точки. Учредители погасили часть задолженности и клятвенно заверили прокурора, что погасят все к концу мая. На священии 30 мая выяснилось, что задолженность не погашена. Сумма составляет более 2 миллионов рублей. Прокуратура на этот раз лояльнее отнеслась к главным неплательщикам Серпуховского района. Помощник прокурора Кузина пояснила, что прокуратура не возражает против продления контрольного срока выплат до 25 июня. Плацдарм Серпуховского района Выступила на митинге гражданка Червочкина, митинг в пользу закрытия свалки на Лесной. Высказала требование к мэру Залесову отстоять свалку в Сьяново и возить мусор туда. Выступила, а не знала или забыла, что именно под руководством городской администрации был совершен вооруженный захват Сьяновского полигона Рубеж в ноябре. Хозяева земли на Лесной, администрации Серпуховского района, нашли единственный выход из положения, чтобы район не превратился в большую помойку, открыв полигон здесь. Мусор после закрытия рубежа стали сбрасывать в районных лесах. Зачем далеко ездить? Полигон на Лесной нужно прежде всего рекультивировать. Именно этим собирается заняться новый арендатор – компания Skyway. А связь леворадикальной революционерки Червочкиной с городскими политиканами абсолютно явная. Заказ, исполнение в виде бутафорского митинга, да и многое другое. К примеру, представители Левого фронта, движение Серпухов без Путина, так называемый Серпуховский общественный совет. Они и не скрывают, что их поддерживает администрация города, предоставляя им площадки для выступлений, помещения и тому подобное. А это уже говорит о связи более серьезной. В дома жителей деревни Правая Ящерова Серпуховского района пришел долгожданный газ. Три года назад собственники земельных участков и строений создали здесь некоммерческое партнерство, которое занялось проведением газа. Участники инициативной группы своими силами и за собственные средства реализовали проект. Большую помощь в оформлении необходимой документации оказала администрация Донковского поселения, ведь дюкеры проходили через Левашовский пруд, плюс в деревне интенсивная застройка. Предстояло также выбрать трассу и пройти множество согласований. Действительно очень большая радость сегодня для нас в том, что правой ящеру пришел газ. Это в первую очередь, конечно, заинтересованность наших жителей, которые здесь постоянно проживают. В день запуска газораспределительной станции «Голубой огонь» пришел в 26 жилых домов. Всего за этот год в Правом Ящерово будет подключено еще около 40 домов. Жители поселка Абаленск охвачены паникой. Взбудоражила Абаленчан новость о пришедшей в непригодность машине скорой помощи. А вместе с ней еще одно известие. Станцию скорой помощи в Абаленске якобы закроют, и скорая к Абаленчанам будет приезжать из Серпухова. И пока мы дождемся скорой помощи Серпухова, то тут, простите, уже вперед ногами можно будет выносить людей. Надо об этом обязательно нашему администрации подумать, как следует. Такой поселок большой нельзя оставлять без скорой помощи. Никак нельзя. Шквал недовольства Абаленчане обрушили на администрацию района и поселка, при этом даже не разобравшись в ситуации. Никакой проблемы нету. Ее искусственно создали. И искусственно создана она была администрацией города Серпухова, управления здравоохранения, которая в прошлый раз приказывала директору скорой помощи, начальнику, мужчину закрасить герб. То теперь она говорит, отзывая скорую помощь из Абаленска, мы туда новую машину не дадим. Однако принимать такие решения начальник городского управления здравоохранения Елена Огнева в одиночку не имеет права. Учредителями ЦРБ, куда скорая помощь входит как подразделение, являются и город, и район в равной степени. Да и саму проблему скорой помощи в первую очередь должны решать в ЦРБ. Люди в любом случае получат скорую помощь, вовремя качественную медицинскую помощь. Средняя статистика вызовов в Абаленске 10 в день. Поэтому, как считает глава Серпуховского района, целесообразно держать машину в самом поселке. Последний звонок для выпускников Серпуховского района стал ярким событием, запомнившимся на всю жизнь не только по причине прощения с детством. Слезы и чувства светлой грусти – это утром на торжественной линейке в школе. А вот потом – шквал веселья. Районные власти устроили ребятам грандиозный праздник в парке Дракена. Здесь собрались 126 выпускников районных школ. Сначала ребята посмотрели выступления конно-спортивного клуба «Пегас», затем сами покатались на лошадях. А дальше «Экстрим» захлестнул с головой. Катание на квадроциклах, картах, сегвеях, четырехколесных веломобилях, игра в пейнтбол, всевозможные конкурсы, концертные номера и, конечно же, дискотека. Люди, которые устроили такой замечательный праздник, тоже были рядом. Поздравить выпускников приехали глава Серпуховского района Александр Шестун, директор губернского колледжа Александр Лысиков, начальник управления образования района Марина Дудорис, председатель районного совета депутатов Николай Дежур, главы городских и сельских поселений района. Пусть сегодня этот праздник запомнится навсегда. Радости, оптимизма, отличного настроения, чтобы государственная итоговая аттестация принесла вам полнейшее удовлетворение. И желаю от всего сердца исполнения ваших надежд, чтобы вы поступили туда, куда надумали. Каждая из школ подготовила визитную карточку, проявив весь свой творческий потенциал и фантазию. Также выпускников развлекала команда ПВН «Пропан» во главе с капитаном Александром Шаховым. День предпринимателя в Серпуховском районе прошел с размахом. На этот раз гостей принимал отель «Царьград», который выступил спонсором мероприятия. 24 представителя из совершенно разных областей – туриндустрии, строительства, торговли, промышленных и оборонных предприятий – собрались здесь для того, чтобы пообщаться, поделиться новостями и получить заслуженные награды из рук главы района Александра Шестуна. Благодарственные письма от администрации Серпуховского района, от Московской областной думы, памятные знаки получили предприниматели, внесшие большой вклад в развитие местного бизнеса. Все вы создаете то, что есть у нас в районе, рабочие места, прекрасные отели, прекрасные рестораны, заводы, которые прославляют нас и дают налоги нам, на которые мы содержим школы, детские сады, дома культуры, творцы спорта и многое-многое другое. Все это благодаря вам. С праздником вас, дорогие коллеги! В перерывах между поздравлениями перед представителями бизнес-элиты выступили представители элиты от искусства, тоже свои, районные, ни в чем не уступавшие звездам эстрады. После официальной церемонии гостей ждала экскурсия по территории отеля, где радушные хозяева Царьграда познакомили всех желающих с многочисленными достопримечательностями своей водчины. Сноксшибательные автомобили, пляж, музыка и море веселья. С 1 по 3 июня на острове Дракена состоится грандиозное мероприятие. Седьмое ежегодное шоу японских автомобилей и мотоциклов «Джапкарфест-2012». 24 мая в парке Дракена прошло рабочее совещание, посвященное вопросам подготовки и проведения мероприятия. Заместитель главы администрации Серпуховского района Олег Осипов, организатор мероприятий Алексей Корниенко и руководство парка Дракена совместно с сотрудниками полиции и МЧС обсудили программу шоу, а также вопросы обеспечения безопасности участников и зрителей. «Джапкарфест» – крупнейшее и наиболее значимое событие в России для ценителей японских автомобилей, мотоциклов и тюнинга. Впервые оно будет проводиться на Серпуховской земле при поддержке администрации Серпуховского района и официального партнера парка Дракена. Все мероприятие пройдет именно при поддержке главы администрации Серпуховского района. Очень приятно, когда действительно люди понимают формат мероприятий и хотят, чтобы это произошло именно на этой земле. Зрители и участников шоу ожидает выставка эксклюзивных японских автомобилей, обширное шоу-программа с участием известных музыкантов «Яркий».